Сейчас выехали часть переселенцев. Буквально две недели назад еще 1700 переселенцев только жили здесь. Здесь, в Амрусевке. Откуда? Комсомольская, Старобешево, Горловка, Докучаевск. В общем, жили тут, потому что было очень шумно. Сейчас часть уехали, сейчас поспокойнее. Ну, может, человек 300-400 осталось еще. Если из льготных категорий, то у нас семей с детками-инвалидами 260. Семей, где родители инвалиды и дети инвалиды, у нас больше, чем 162 семьи такие. Вот. Затем у нас под опекой деток 86 семей. Это те, которые под опекой. В данный момент вы привезли помощь для деток приемных семей, которые не охвачены были никакой гуманитарной помощью. Это особая категория, которая выпала, получается, после того, как война началась. У нас вот семь приемных семей, в которых вы видели, сколько деток, они сегодня были. Они впервые получили помощь. Впервые за... За все время приемные семьи впервые получили помощь. Ну, я на двоих детей, с учетом всех доплат, получали 6-900. А вы на работу ходите? Нет. Каждый сейчас выживает к мужу, выкручивается, а что делать? Вот мама осталась без работы уже три месяца. На ребенка не получаем пособие уже полгода. Ну, получила мама, да, я бабушка. Вот очень тяжело. Иногда вот ребенок просит там булочку или что ей купить, не за что, и сердце кровью обливается, потому что тяжело. Если вы хотите получать пособие, вы обязаны жить на Украине. Не, значит, оставляйте детей, которые принадлежат Украине, а сами уезжайте. Вот так стоит вопрос. И поэтому люди, даже при желании, чтобы поехать что-то оформить, они просто элементарно боятся. Ну, идите сюда, это наша семья Кожановых, принадлежат. Здравствуйте. Обижала, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, тут ждем же вас. Вы когда-то получали помощь? Молоко нам давали, молоко мы у вас получали, а больше ничего. Вот за весь, вот скажите, что за последний год? 500 рублей давали, вот эти гривны, вернее, когда там еще. И подарки, все, новогодние подарки. Вот только выдали первую. И сколько это? Номер 16, после обеда, вот с 8 утра и до... Сколько это, с 4? Первый раз. Покажите еще раз, пожалуйста. Это что значит? Это после обеда, 16-го я была, с 8 утра. И сколько обещают? Ну, переводят же нам на рубли. А, ну... То есть, в нашу пенсию переводят на рубли. А до этого это сколько? А до этого нам дали пособие по 1000 гривен. Сколько раз? Один раз, в декабре. Еще как-то мы пока боремся, выживаем. А сколько у вас в семье людей? Ну, у меня я, вот и трое деток. Три дочки у меня. Две было, а вот третья появилась. Какие любимые предметы? Она еще играет у нас. Математика. Математика? Да. А еще какие? Они у нас играют. Кремат. Как тебя зовут? Расмин. В каком классе учишься? В четвертом. Какие любимые предметы? Все. Специально люди приехали. Вот такие нам подарки привезли. Спасибо большое. Снимали. Какие предметы любишь? Ну, русский, украинский, украинское чтение. А все преподают? Да. Вот украинское чтение, все. Ну, программа какая? Ты менялась? Нет, нет, нет. Пока не меняли. Учеба такая программа. Ой, сколько тут кого. Как зовут вас? Саша. Маня, Сирена. Саша, кто ты? Ага, ты Ваня? А вот Сережа. А вот Сережа. А, это Кира, я думаю. Саша, Ваня и Сережа, думаю. А кто же Сережа? А чего вы преподаватели? Я начальник класса. Потому что учебников нету. Мы даже в том году не получили все учебники. Математики нет у нас, не знаю почему. Потому что мы тут другое государство, не знаю. Где берете для занятий? В интернете. Да, половина. Ну, математики только у нас нет. Так все нам выдали. Математики в этом году не было. Все приехали? Да, вот это приехали. А остальное все. Ой, не знаю, что будет на следующий год. Ну, может, Россия даст нам книжки. Девятый день лекующего мая, когда легла на землю тишина. Промчалась весть от края до края. Мир победил. Окончена война. Ну, сейчас подскажет. День красный, сонечка, припекло, припекло. Ясный, шире, золото, разлило. На улице стромнивых, по четверку, тяга. Заразнулик, улыкают, а отец летят. Ой, сонечка, батюшка, догады, догады. А ты земля, маточка, уроды, уроды. Все. Молодец. Субтитры создавал DimaTorzok